Привет, друзья! Это канал KingDrive и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Если вам интересен наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски об актуальных событиях из автомобильного мира. Land Rover 26 октября покажет новое поколение Range Rover. Данное событие компания ознаменовала соответствующим видеотизером. Правда, разглядеть на нем что-нибудь интересное вряд ли получится. Но это не беда, ведь в сеть уже слили до премьерной снимки новинки. И вы, мои дорогие зрители, можете оценить внешность внедорожника, не дожидаясь самой премьеры. Внешность нового Range Rover нарисована с оглядкой на относительно свежий Вилар. Именно в этой модели дизайнеры воплотили новые наработки и все свои самые смелые решения. И уже тогда было ясно, что новый Range пойдет по тому же пути. И если спереди обе модели очень похожи, то корма у флагмана своя, с новыми вертикальными фонарями. Кто-то говорит, что это откровенная китайщина, а кому-то нравится. В любом случае, это новая отличительная черта Range Rover. С интерьером тоже все не очень гладко. Нет, он абсолютно другой. Проблема в том, что британцы решили пойти по пути наименьшего сопротивления. И впихнули в новый Range Rover салон от обновленного F-Pace, который на два порядка дешевле. Дело в том, что у Range точно такая же концепция интерьера с большим накладным экраном, под которым располагается блок климат-контроля с двумя поворотными шайбами. Выглядит все достаточно хорошо, но вот есть ощущение, что где-то мы уже это видели. Хотя, возможно, это лишь мои придирки. Если после всего увиденного вам кажется, что это не новое поколение Arrestyle, вы имеете на это полное право. Но спешу вас огорчить, это все же новое поколение. И оно базируется на новой платформе MLA Flex. Новая тележка подружит Range Rover с новыми гибридными трансмиссиями, среди которых будет двухлитровый вариант на 400 сил, а также позволит использовать исключительно электромоторы. Конечно же, кроме гибридных и чисто электрических версий, будут варианты и с чистым ДВС. Но не стоит надеяться, что компания сохранит свой пятилитровый компрессорный V8. Судя по последним утечкам, этот двигатель пустят под нож, а его место займет 4,4-литровый V8 от компании BMW. Друзья, а теперь главный вопрос, как вам новое поколение Range Rover в сравнении с нынешним? Какие нововведения нравятся, а что нет? Как всегда, оставляйте свои отзывы под этим видео. И не забывайте, что премьера новинки состоится уже 26 октября. Следующая неделя октября будет очень богатой на премьеры, ведь кроме нового Range Rover 26 октября компания Chevrolet представит новое поколение заряженного Corvette Z06. В новом видеотизере американцы недвузначно намекают на очень способный силовой агрегат. По слухам, это будет 5,5-литровый V8 с плоским коленчатым валом. Особое внимание в тизере акцентирует на выдающихся способностях двигателя. Последний способен крутиться до 8,5 тысяч оборотов в минуту. Сам же тахометр, судя по трейлеру, размечен до 9 тысяч оборотов в минуту. Впечатляет. О силовых характеристиках американской мечты пока ничего не известно, как и о динамических способностях. Так что ждем премьеру, на которой и будут раскрыты все подробности о новинке. Lamborghini Huracan Performante превратили в настоящий суперкар. И нет, это не шутки. Ателье Class & Motors, специализирующиеся на создании очень амбициозных проектов, решило в очередной раз заявить о себе, создав действительно очень впечатляющий проект. За основу был взят стоковый Huracan Performante с 5,2 литровым V10, мощностью в 640 сил и 600 ньютон-метров момента. Мотор хоть и эмоциональный, но все же его возможностей маловато для амбициозной команды. Так что парни решили установить в суперкар два нагнетателя. Немного модифицировать работу мотора с помощью новой прошивки. Ну и конечно же пришлось поработать с охлаждением и выпускной системой. Кроме того была доработана подвеска, установлены новые пружины, ну и конечно же перенастроены алгоритмы на сжатие, чтобы автомобиль мог стабильно себя чувствовать на высокой скорости. Кроме того была перенастроена работа семиступенчатой коробки передач. Все это довольно затратное дело, но результат того стоил. После всех этих доработок итальянский суперкар обрел новую жизнь и получил огромный рост производительности в фантастические 1180 сил и 1035 ньютон-метров момента. Невероятно, динамические характеристики парни не замеряли. Такой просчет они объясняют тем, что проект строился в первую очередь под максимальную скорость. И это главная гордость суперкара или это уже гиперкар? На специальном гоночном полигоне ребятам удалось развить впечатляющие 384 км в час. И как заявляют в компании, это еще не предел. Правда, чтобы развить еще выше скорость, нужна более серьезная резина, чем 20-дюймовая Sport Contact 7 от Continental, которая использовалась в этом заезде. Но даже такие показатели очень впечатляющие. Самое любопытное, что данный проект можно купить. Правда, его стоимость далеко не самая маленькая. Парни за модифицированный Уракан Перфоманте просят без малого 400 тысяч евро. Так что если хочется очень сильно погонять, придется раскошелиться на очень и очень непристойную сумму денег. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok